Мне вчера девушка из Италии пришла домой, подарила гейзерную итальянскую кофеварку и сейчас я на ней приготовлю себе кофе. Вот это уже, это только дома, это никаких аутсайдов. Самый лучший кофе я готовлю дома. Вот это гейзерная итальянская кофеварка. И вчера же... А, вот она еще кофе вот этот привезла. Ирочка, спасибо еще раз большое. И вчера же она говорит, давайте сразу приготовьте, чтобы я проконтролировала. Так, вот здесь должно, ну чуть-чуть, вот чуть-чуть вода дотрагиваться. Вот, чуть-чуть уже видно. Кофе я вчера намолола. Очень хороший кофе в зернах у меня был. Сейчас покажу. Вот такой вот. В зернах он, конечно, гораздо лучше. Я по чуть-чуть его перемалываю. Типа Ирина за кофе. Да, в кофе я еще отношусь трепетно. Вчера смотрела несколько видео, как работать с этой гейзерной кофеваркой. Вот так пришлепывать нельзя. И теперь вот эту вот верхнюю часть надо прикрутить. И поставить на медленный огонь. У меня есть такой вот, такая специальная штучка. И пусть по чуть-чуть. И я еще видела, видите, дымок. Я еще видела, что они открывают, чтобы посмотреть, как она начнет бурлить. Вот я тоже открою, пока у меня готовится моя первая чашечка кофе. Я с утра пью, знаете, что я уже говорила, наверное, да? Вот, куркуму. Кто хочет посмотреть о пользе утром натощак куркума и перец, черный молотый перец, посмотрите, поищите, погуглите видео. Очень много чего интересного. Куркума просто волшебный продукт. Но увеличивается ее действие в тысячу или даже две тысячи раз, если смешивать с перцем. Поэтому вот пол чайной ложки куркумы, например, и четверть или даже меньше совсем на кончике чайной ложки перца в горячую воду. И утром я пью, вот как обычно, я пью свой кофе. Сейчас я пью куркуму. Поэтому кофе уже после еды. Так, ну, ну, ну. Ну, а я между делом сейчас тогда начну готовить палак панир. Приготовлю, чтобы к обеду уже было готово. Я сегодня хочу уйти в музей. Вернусь, значит, я как раз к обеду. Так что надо сейчас быстренько с утра все сделать. Так, ну вот. Вот он гейзер. Смотрите, вот потихонечку внизу начинает кипеть. Вверх его выдавливает. И когда уже начнет булькать очень сильно последние, значит, надо выключать. Идеальная утренняя чашечка кофе будет. Вот, все. Видимо, алюминий держит тепло, и он все еще булькает. Булькает, булькает, булькает. Вот столько по количеству. Я без сливок, без молока и без сахара пью просто вот такой кофе. Но вначале я сейчас поставлю делать палак панир. Зира. Черный молотый перец. Нарам масла, смесь специй. Обычно я еще добавляю куркуму, но в палак панир не добавляю, потому что мне нравится, чтобы цвет был изумрудный у готового уже палак панира. А куркума придает желтизну. Лук. Я даже не тщательно режу, потому что все равно потом все буду блондерить. И имбирь с чесноком. Можно потереть на терке, а можно купить готовую пасту. Я вот готовую пасту покупаю. Шпинат я даже тоже себя не утруждала сильно мелко резать, вот так наполовину, потому что он все равно сейчас потушится и будет потом блондериться. Шпинат Kom — Шпинат. Шпинат. соль немножко соли и панир сыр панир с прессованный творог или адыгейский сыр доводим сюда кипения переключаем по-индийски это называется палак панир очень легкие индийские названия принципе из чего состоит блюдо так и называется панир это спрессованный творог а палак это шпинат вот такой будет полезный у нас сегодня обед и шпината и творога спрессованного вот дорогие друзья видите какие чипати делаю одной рукой чипати прям все одной рукой на сковородке и тут же вот у меня в окошечко он заглядывает питомец я принесу тебе одну саши ням ням хочет смотрите как хорошо даже если нет возможности на огонь вот это кинуть она даже на сковородке вспыхает правда здорово потом обязательно надо помазать маслом гей вот я убираю я это сейчас камеру держу а так я держу одной рукой сковородку кидаю сюда так на огонь надо что вот эти краешки пропеклись иногда вздувается иногда если дырочка получается то горячий воздух уходит и приходится просто на более медленном огне пропекать краешки на чипати тесто делается очень просто просто мука и вода и немножко соли на мука лучше грубого помола иду слышу я тебя слышу я слышу i will give him one ok он у тебя давай он не банк но у ному ну все на удаленка make little bit clean i will give you a palak pani а хорошо говорю почисти немножко свое место обеденное я принесу тебе палак панель и чипати папа энджой а ты не заглядывай давай все но он нервничает окей а себе я делаю маленькую маленькую тарелочку и 1 чипати приятного всем аппетита дорогие друзья